Я приветствую всех миром, Господа Иисуса, в особенности тех, кто подключились к нам впервые через социальные сети, через YouTube, Instagram, Facebook, через Радио Монаима или другие каналы. Мы начинаем еще одно богослужение, хвалы и поклонение Господу в христианской церкви Маранафа. Я приглашаю членов церкви склониться на свои колени, а вы, кто с вами впервые, будьте так, как вам удобно. Давайте закроем наши глаза, и помолимся Господу, взывая о силе крови Иисуса. Господь, мы взываем к Тебе о силе, которая в крови Твоего Сына, Иисуса Христа. Мы возлагаем наши жизни пред Тобой на Твой алтарь и исповедуем наши преступления, наши грехи. И мы взываем к Тебе, Господь, о силе, которая в крови Иисуса, чтобы все наши преступки были прощены, Господь, и чтобы мы могли иметь общение с Тобою. Мы молимся к Тебе во имя Господа Иисуса. Аминь. Давайте присядем и в этот момент споем псалом. «Прости меня, Господь!» «Прости меня, Господь!» «О крови, Христа, Тебя прошу!» «Обнови со мной общение Твое!» «Прости меня, Господь!» «Возложить хочу!» «Я на Твой алтарь все сердце мое!» «Прости меня, Господь!» «Приди ко мне!» «Духом посети меня!» «Позволь мне пребывать при лицом Твоем навеки!» «О Те ладе Те на менти!» «Да будет прославлено имя нашего Господа!» «Потому что мы можем петь Ему псалмы, прославления, и искупленный, и омытый кровью Иисуса, мы уже имеем общение с Ним. И давайте в этот момент споем еще один псалом!» «Прославьте Господа, если вы знаете слова этого псалма!» «Этот мир, что чувствую в душе, не потому что в жизни все прекрасно!» «Этот мир я чувствую в душе!» «Любовь к Тебе, Иисус, Его дала мне!» «Несмотря на испытания, мой мир в Твоей любви, ничего не убоюсь я, я очень счастлив!» «Эту радость чувствую в душе, не видя тех забот, что окружают!» «Эту радость чувствую в душе, любовь и мир мне, сердце наполняют!» «Е sweatera и распallиваем!» «Эту радость pack!» «Думаю emphasized! « открывающим человекс verm until сюда!» «Омен борца наверху!» «Думаюploysuben же в подъему, идем до живых местах!icop «成ч offered» если на полях цветов не будет и лоза не даст свой срок плода если даже горы в море падут я тебе доверюсь через все пройду а Аллилуйя, о слава, аллилуйя Тебе, Господь, пою мою хвалу Аллилуйя, о слава, аллилуйя Любовью Ты наполнил жизнь мою Аллилуйя, о meu Senhor Não olhe as circunstâncias Só olhe o Seu amor Não me engano, não estás Alegras tou Não olhe as circunstâncias Só olhe o Seu amor Да будет прословлено имя Господне, потому что мы можем славить Его, петь Ему псалмы хваления имени нашего Господа. В этот момент мы попросим одного из пасторов помолиться. Господь наш и Бог, мы взываем к Тебе, а да, то есть Твоим Господь, и просим Тебя о помощи для нашей жизни, для Твоей церкви, для Твоего народа. Мы просим Тебя, Господь, пусть Твоя благая рука будет простерта над нами, чтобы даровать нам избавление. В этот момент, когда весь мир живет в печали и в горести, мы славим Твое имя, потому что Твоя рука, она простерта над нами. Мы просим Тебя, чтобы это благословение Твое, Твоя защита, пребудет над нами, и чтобы Твое имя прославлялось среди нас. Мы молимся к Тебе, благодарим Тебя за все во имя Господа Иисуса. Аминь. Да будет прославлено имя Господа, ибо Он слышит молитву Своего народа и отвечает на наши нужды. В этот момент мы споем еще один псалом Господу. И те, кто знают слова, пойте вместе с нами. Чего глаз еще не видел, и что на сердце не пришло. Бог приготовил для Тебя благословение. Просто сердце открой, и пусть Божий свет в Него войдет, и всю Твою жизнь Он озарит тогда. Итак, начни славить Господа за обетование Его. Что Бог обещал, Он совершит, Бог Тебя благословит. Слово, выступай всегда. Просто сердце открой, и пусть Божий свет в Него войдет, и всю Твою жизнь Он озарит тогда. Итак, начни славить Господа за обетование Его. Что Бог обещал, Он совершит, Бог Тебя благословит. Бог лишь лучшее даст, даже если свет не светит в глазах Твоих. Знай, Бог любит Тебя. Он провозгласил Твою победу. Субтитры сод jugar. Только верь, только верь. Да будет прославлено имя нашего Господа. Мы хотели бы пригласить наших братьев и сестер, открыть наши Библии, Слово Божие. Братья, кто находятся дома, на книге Псалмов, глава 25, стихи 4 и 5. Псалом 24, стихи 4 и 5. Укажи мне, Господи, пути Твои, и научи меня стызям Твоим. Направь меня на истину Твою и научи меня, ибо Ты Бог спасения моего. На Тебя надеюсь всякий день. Да будет прославлено имя Господне за его Слово. Возлюбленный Давид, он начинает Псалом 24. Это Псалом Давида, это молитва, которую он направляет к Господу. И в первом стихе он говорит, «К Тебе, Господи, возношу душу мою». Это был момент проблем. Мы очень хорошо знаем историю Давида, его траекторию, его веру, страдания и битвы, через которые он прошел. Пророчески мы живем дни, похожие на дни Давида, которые характеризуются проблемами, испытаниями, битвами, оппозицией, которая поднимается на церковь. И интересно, что в этой молитве Давида, Давид, он возлагает, он возносит эту молитву к Господу, основываясь на двух пунктах. Во-первых, он просит у тебя, у Господа, чтобы ему не постыдиться. И еще он просит у Господа, чтобы его враги не восторжествовали над ним. Интересно этот момент, не постыдиться. Пророчески мы живем в очень такие трудные дни, и Господь призывает в эти дни наше внимание и предупреждает нас, что многие или возникнут и станут приглашать нас или указывать на нам на какой-то другой путь. Но Господь Иисус предупредил нас, чтобы мы не были обмануты, не были постыжены или сконфужены. И момент, это пророческий момент, и Дух Святой, Он призывает наше внимание и уроки, которые мы получаем через воскресную школу, через программы, семинары, программы «Провозглашай вечный Евангелие». Господь призывает наше внимание к тому, что это момент, принять решение. Мы должны встать на твердую позицию, а не на твердую позицию. Интересно, что привлекать внимание в этой молитве – это его забота, его переживание, взывать Господу, чтобы продолжать уповать на пророческое, зависеть от пророческого аспекта. И в этих двух стихах, в 24 главе, и первый стих, который мы прочитали, в стихе 4, это «Укажи мне и научи меня». он хотел познать стези Господней, пути Господней, и он хотел, чтобы Господь направил его на пути, на стези его и на пути его. «Укажи мне, Господи, пути Твои и научи меня стезям Твоим». Это два выражения, которые мы очень хорошо знаем, они относятся к пророческому проекту Божию для нашей жизни. И в этот момент, в такой особенный момент, битвы, испытания, в которой мы живем, и мы также переживаем, и то, что Дух Святой ведет нас понимать, это то, что мы с каждым днем все более должны познавать пути Господни. и быть научены стезям Господним. Когда он говорит, «Укажи мне, Господи, дай мне познать, Господь, и научи меня стезям Твоим», он ставит в себя зависимость от пророческого аспекта, ибо Господь, он должен открыть, человек, он должен познать пути Господни и стези Господни через откровение в Слове и именно этот Дух Святой и совершает среди нас посредством учения, посредством доктрины, откровения в Слове. Пользуясь этими выражениями, мы также можем понять, взглянув на них, мы можем понять, что Давид, он говорит, «Господи, я нуждаюсь в этом, мне нужно, я должен познать пути Твои, мне нужен Дух Твой Святой, чтобы Он открыл мне не просто знания, но также учения, как мне ходить». И именно это то, что Дух Святой совершает в этот момент. Пойми, мы должны понять, что это наша нужда, мы должны нуждаться в этом. Давид, он понял в этот момент, в момент переживаний и в момент испытания, в котором он жил, он не мог удаляться от познания путей Господних, и он должен был научаться стезям Господним. И это не случайно, что в этот пророческий момент, в котором мы живем, Дух Святой, Он учит нас и указывает нас, и ведет нас к этому пониманию. И даже можем сказать с какой-то твердостью, Он ведет нас к этой молитве, в звании к Господу, «Укажи мне, Господи, научи меня стезям Твоим». И до тех пор, пока Давид ходил путями Господними, а он ходил путями Господними, всю свою жизнь, он побеждал во всех своих битвах. И в этот момент во имя Господа Иисуса мы также дождаемся в Попете. Мы должны стоять твердо на пути Господнем, на стезях Господних, которые Дух Святой откроет нам. Также слово «Твои», «Твоим», «Пути Твои», «Эстези Твои», потому что он хочет ходить в зависимости от Господа. Это не пути, которые человек может постичь своим разумом, своей культурой, через философию или теологию, но это то, что Дух Святой принесет человеку через откровение в Слове. И в следующем стихе Давид продолжает взывать Господу, молиться Господу, и просит у него «Направь меня на истину Твою и научи меня, ибо Ты Бог спасения моего». Это еще два выражения, которые продолжают молитву Давида, понимая его зависимость, свою зависимость от пребывания в этот особый момент перед всеми барьерами, которые восстают, перед всеми битвами, которые перед нами встают, перед лицом оппозиции. Он взывает Господа и говорит «Направь меня на истину Твою». Да будет прославлено имя Божие, потому что сегодня, пророчески, мы живем в такой же самый момент. Мы нуждаемся в том, чтобы Господь направил нас на истину Его. Это истина, она абсолютная. И истина Его – это Слово Божие. И Господь также говорит в другом слове в Завете, Он говорит «Познайте истину, и истина сделает вас свободными». И этот пророческий момент, в котором мы живем, когда многие отрекаются от истины, веры, и уходят в ереси, и уходят в отступничество, мы должны, как и Давид, интенсифицировать нашу молитву, чтобы мы не постыдились, но чтобы Господь продолжал вводить нас своим Духом Святым в истине, который не принадлежит нам, а на Господне. «Направь меня на истину Твою и научи меня», чтобы мы могли научиться. И именно Дух Святой является совершителем, который действует среди церкви, помогая, двигая ее в познании и научении, через учение, через слово, через доктрину, на учение истине. И именно эта истина, эта истина Господня, это Сам Господь Иисус через открытое Слово, которое также является прообразом Господа Иисуса, мы должны пребывать тверды. И Давид, он говорит, «Направь меня на истину Твою и научи меня, ибо Ты Бог спасения моего». Эта уверенность в его молитве, зная его происхождение, происхождение его спасения, мы непостыженные, мы не сконфуженные, и мы молимся, Господи, мы нуждаемся в познании Твоей истины, истины, направь нас на истину Твою, мы должны понять Твою истину, учи нас, ибо мы должны познать пути Господни, эстези Господни, чтобы мы могли прибыть твердыми до самого дня пришествия Господа Иисуса, ибо мы уповаем на Господа нашего спасения, Бога, который искупил меня, который искупил вас, и Он действует в нашей жизни, и в этот момент Дух Святой, Он борется за нас, чтобы мы могли остаться твердыми до самого дня Господа Иисуса. и чудная фраза, которая заканчивает этот стих, когда Давид в молитве своей, он говорит, «На Тебя надеюсь всякий день». Всякий день. На самом деле, братья, наше упование на Господа – это вера. Слово Божие говорит нам об этом. Упование на Господа, надежда на Господа – это применение веры, это применение живой веры, и мы надеемся на Господа, потому что на Него мы уповаем, в Нем мы имеем Бога спасения нашего. И в этот момент, в момент проблем и битв, через которые мы проходим, мы знаем, что Бог дарует нам всякое благословение. Мы уповаем всякий день, каждый день. Мы надеемся сегодня и будем надеяться завтра, до того дня, когда Господь не вернется. Мы уповаем каждый день, мы уповаем на Господа, мы победим в Нем. И это действие надежды на Господа всякий день, оно также говорит нам о бдительности, когда Господь Иисус предупреждает нас об этом времени, в котором мы живем. Бодрствуйте и молитесь, надеемся всякий день на Тебя, ибо наша надежда, она закончится лишь в тот день, когда мы будем в вечности с Господом, когда мы войдем в вечность. Мы живем в очень особенный момент, и наша душа, она взывает, так же, как молился Давид, к Богу, на Которому мы надеемся. Наша душа взывает обо мне. Мы нуждаемся в том, чтобы знать и быть научаемым путям Господним, и стезям Господним. Душа наша взывает, чтобы Дух Святой продолжал руководить нами, вводить нас в истине и научать нас этой истине. Наша душа, она молится, ибо мы должны всякий день уповать на Господа и надеяться на Господа. Уверенности в том, что Господь дарует нам победу. И мы взываем, и мы ходатайствуем, и мы бодрствуем, и Господь дарует нам победу. Уповайте на Господа. Прибудьте в этом уповании на Господа каждый день, всякий день, зная, что Бог, на Которого мы надеемся, на Которого вы надеетесь, этот Бог дарует нам победу. Давид в этот момент воззвал Господу, и Господь услышал его. Церковь, которая молится к Господу, она будет победоносна. Мы уповаем каждый день. И наша великая надежда — это Маранафа. Маранафа, ибо Господь Иисус грядет. Господь да благословит нас через Слово Своё, и чтобы наша вера да пребудет твердой в это время, чтобы мы могли молиться к Господу и взывать о средства благодати, ибо через эти средства благодати Господь дарует нам победу. Будь прославлено имя Господне. В этот момент мы споем еще один псалом к Господу. Ничего не убоюсь, Господь, пастырь мой. Он избавляет душу мою от смерти, ноги мои ходят во свете. Даже если через долину смертной тени я пойду, Ты укроешь меня. Рука Твоя, длань Твоя меня поддержит. Не убоюсь, но буду уповать на Тебя, Господь. Я знаю, что Бог за меня. И все, что мне остается, это славить, поклоняться и благословлять за Его милости. Ничего не убоюсь. Ничего не убоюсь. Ты мой царь, спаситель. Даже если в море я потеряюсь, Ты поведешь меня, Ты мой свет. Даже если посреди пустыни я окажусь, то там Ты напоишь меня, я буду уповать и напоюсь из Твоих источников. Я знаю, что Бог за меня. И все, что мне остается, это славить и поклоняться и прославлять за Его милостью. Ничего не убоюсь. Субтитры создавал DimaTorzok пасторским письмам. Это письма, которые пастора направляют к своим, отправляют к своим церквям. Пастор Дженесиде Кастро Пимента из города Сан-Гонсалу, Рио-де-Жанейро. Мои молодежи, я пишу, что я скучаю за вами и скучаю за моментами великой радости. И хотел бы сказать вам, написал вам, юноша, потому что вы сильны и Слово Божие прибавит в вас. И вы победили лукаво. 1 Иоанна 20,14. Пастор Уисон, Дуарчи Ду Сантос, из города Пенейрус, из Спириту Санто. Великая тоска, которой я скучаю за вами. Я знаю, что мы разделены физически, но мы вместе в молитве, в едином теле, веря, что вскоре мы будем все вместе прославлять нашего Бога. Я хотел бы послать объятия братьям, сестрам, детям, молодежи, всем. Всегда во всякой молитве моей, за всех воспринося с радостью молитву мою. Филиппийцам 1,4. Да будет прославлено имя нашего Господа, который услышал нашу молитву, который слышит наши молитвы и дает нам по нуждам нашим. И в этот вечер Он уже действовал в нашей жизни чудесным образом. Я хотел бы пригласить. Давайте закроем наши глаза и помолимся Господу. Наш Бог, мы взываем к Тебе о силе, которая в крови Твоего Сына Иисуса. И мы просим, прими на Твой алтарь наши жизни, наши семьи, нужды каждой семьи, жизнь каждого из тех, которые сейчас находятся при Твоем лицом, молитве и взывает благословение от Господа и Твоей благодати. И мы просим Тебя, войди в наши дома, исцели наши болезни, дай решение нашим проблемам, дай нам радость продолжать жить в присутствии. Господь, дай нам веру, чтобы верить во Слово Твое, верить в Твое обетование, в то, что Ты говоришь к нашим сердцам, и продолжать на этом пути до самого дня пришествия Господа Иисуса. Наша благодарность и наша хвала имени Твоему мы знаем, что в этот вечер Ты совершил чудеса в наших домах, в наших сердцах. И за это мы, Господи, славим Тебя и во имя Твое мы просим благодать Господа нашего Иисуса Христа и от любовь Бога Отца и общение и утешение Духа Святого да пребудет со всей Церковью Твоей, которая уповает на Тебя до дня пришествия Господа Иисуса. Аминь. Я хотел бы поблагодарить всех тех, кто участвовал с нами в этом служении и хотел бы пригласить вас, всех вас, кто участвует с нами впервые, продолжайте смотреть наше служение на нашем канале Ютубе. Хотел бы напомнить, что для всех тех, кто проживает на территории Бразилии, у нас есть номер телефона, который сейчас показан на экране, по которому вы можете позвонить 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, попросить молитвы, попросить духовной помощи. Напоминаем также, что наши каналы на Инстаграме, на Фейсбуке, также активные радио Монаим, ТВ веб Монаим. Вы можете слушать нас, слушать наши программы, подкасты, радио и программы «Провозглашай вечное Евангелие», также ежедневные богослужения. Благодарим еще раз присутствие всех вас и прощаюсь с вами миром Господа Иисуса. Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ КОНЕЦ